Всем привет, меня зовут Аня, я персональный стилист, и это канал о моде и немножко о моей жизни. И сегодня у нас с вами покупки месяца. Сразу извиняюсь заранее за свой голос, если он вдруг какой-то болезненный, потому что на выходных у меня была температура, и я не уверена, что мой голос восстановился до конца, потому что, честно, последние дни я говорила как очень больной человек. Хочется сразу отметить, что покупок было немного. Предлагаю начать и начать с аксессуаров, в принципе, как обычно. Первое, что хочу вам показать, это каф. Я вам, конечно же, потом ставлю его поближе, потому что я понимаю, что вы сейчас вообще ничего не увидите с того, что я вам показываю. Такой маленький с висюльками каф. Я заказывала его на Алиэкспрессе, он стоил, мне кажется, рублей 70. Пришел очень быстро и пришел, кстати говоря, в СДЭК. Когда я увидела, что появился СДЭК на Алиэкспрессе, я была очень сильно удивлена, но мне, конечно, это понравилось, потому что это довольно удобно. Я вам его советую, он очень легкий, ухо не жмет. Что хочу вам показать дальше. Были куплены в фамилии невероятнейшей красоты мюлли от бренда Личи. Выглядят они вот таким вот образом. Каблук здесь, конечно, добротный, скажу вам честно, но они стоили полторы тысячи. Полторы тысячи за мюлли Личи, это, правда, 39 размер, но я их померила, они у меня как будто бы как раз. Да, они немножечко тут поцарапаны и покоцаны, но за полторы тысячи опять же, я считаю, это отлично. Я их еще не выгуливала. Чтобы не уходить далеко от аксессуаров, показываю вам еще свою поприпку. Это сумка. Эти сумки, мне кажется, уже купили все, кому не лень, и я в том числе, да, я вот такой вот ведомый человек, стилист. Такая джинсовая малышка. Я уже заказывала себе подобную сумку, только в размере больше, и она стоила 4, по-моему, с половиной тысячи, и она вообще не стоила этих денег. Эта же малышка стоила полторы. Сейчас, правда, я недавно заходила для того, чтобы сохранить себе артикул для своего телеграм-канала. Вот, подписывайтесь. И она стоит уже две тысячи, но даже несмотря на то, что она стоит две тысячи, мне кажется, что цена более-менее нормальная. Не четыре с половиной тысячи за какое-то рассыпающееся говно. Выглядит она классно, стильно. Я ее уже выгуливала, причем не один раз, и она мне очень нравится. У нее есть длинный ремешок, у нее одно отделение. Единственное, что меня смущает, это то, как тяжело вот это вот все открывать-закрывать. У меня уже есть подобная сумка от Tendence. Она довольно вместительная. Я показывала эту сумку уже во влоге. Это были все украшения, у нас осталось только одежда, ее тоже было максимально мало. Первое, что хочу вам показать. Я не помню, говорила ли я в прошлых покупках месяца, что у меня очень мало объемных футболок. Так вот, теперь у меня их достаточно, потому что к тому, что было в прошлом видео, их там, по-моему, было две, я купила еще три. В общем, вот такая вот футболка. Париж 2008. Честно, не знаю, что значит этот принт. Слышала у блогера, что это принт, посвященный фильму «Париж», который вышел в 2008 году как раз. По-моему, это фильм ужасов. Но футболка классная, футболка стильная. Она правильно объемная. Мне с моим ростом, у меня рост 169, она просто супер. Я потом вам покажу, как она выглядит на мне. Я ее уже тоже много выгуливала, уже даже показывала ее в своем запретограмме. По качеству она довольно плотная, хорошая. Единственное, я не могу сказать по поводу принта, я ее еще не стирала, я ей, честно, боюсь. Она стоила рублей 850. Я переживаю, что после первой же стирки этот принт, он просто слезет весь. У меня размер L, дальше еще одна футболка. Мне кажется, футболка уже побывала у всех, но я ее очень сильно хотела. Тоже размер L, причем здесь этот размер наклеен на наклейку. Я ее сейчас отклеила. Я ее уже тоже повыгуливала. И, честно, я не знаю, что здесь написано, потому что это какой-то, наверное, итальянский, может быть, испанский. Но мне нравится этот ребенок с ложкой во рту. Сейчас я вам скажу, сколько стоила эта футболка, когда я ее покупала. Она стоила 1200. 100% хлопок, размер L. Советы тоже довольно плотные. Мне нравится, что она не белая, она бежевая. Потому что белых футболок у меня многовато. Как будто бы на этом стоит остановиться. Остановите, остановите, Витя, Витя, надо выйти. Следующая футболка, которую я вам покажу, я не помню, от какого бренда пошел вот этот тренд. Либо от Look Online, либо от бренда Mollis, тоже наш российский бренд. Но вот такая вот футболка с нижним бельем. Нижнее белье не сильно большое, я говорю сразу. То есть оно такое довольно маленькое. Она не совсем плотная. Она не какая-то, прям, знаете, супер качественная. Так себе качество. Написано, что это хлопок. Она одного размера. Я купила ее за 950 рублей. Объективно, я сейчас на нее смотрю, она выглядит неплохо. Да, она тонкая. Последняя вещь в этом видео с покупками, это джинсы. Я очень долго искала себе джинсы баги, очень долго присматривалась, выбирала даже во влоге в последнем. Мы с вами мерили баги в BeFree, или это было подобие баги, я уже, честно, не помню. Я покажу вам, как это смотрится на мне. Размер 27. С ним заказывала на ВБ, все эти вещи, которые здесь висят сейчас, это ВБ. Джинсы классные, они довольно легкие. То есть на лето нормально, уже на зиму прям будет холодно, и на позднюю осень, и на раннюю весну тоже будет холодно. И на мой рост 169, они мне идеальны. То есть они немножко волочатся по полу, как я хотела. Стоили они 3952, сейчас они 104 200. 27 размер у меня это 44 размер. Хлопок и эластан. У меня на это лето какой-то прям объемный муд. Моя главная покупка, кстати говоря, этого месяца, на которой вы сейчас стоите. Это штатив для камеры, потому что наконец-то я могу снимать нормально, а не так, как я снимала в прошлое видео. На стуле, на коробках стоит камера. На такой ноте хочу с вами попрощаться, сказать спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, на другие социальные сети, телеграм, запрещенку. Все ссылки на вещи я оставлю в описании. И на социальной сети в том числе я тоже оставлю в описании. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok